Привет. Остались самые стойкие. Давайте похлопаем друг другу. Спасибо, да, классно. Это были классные два дня. И мой доклад завершающий. И сегодня я хочу поделиться с вами тем, как мы в команде понимаем качество и какие практики мы применяем для повышения его уровня. Зовут меня Дарья. Я люблю выстраивать процессы. И за свои четыре года в IT я прошла путь от Джуна до руководителя группы на трех проектах в компании Ростелеком информационные технологии. Секундочку. К сожалению, на фоне здесь не видно. Надеюсь, будет видно в записи. Но тут притаились котята. И это неспроста, потому что котики – это моя команда. Потому что без них все достижения по улучшению уровня качества были бы невозможны. Я правда считаю, что повышение уровня качества – это командная работа. А в нашей команде все немножечко перфекционисты. и мы стараемся поддерживать высокий уровень качества на постоянной основе. И это позволило нам достичь высокого уровня доверия заказчикам, а другие команды просят у нас поделиться опытом или дать совет, как же им повысить уровень качества. Но что же такое качество? Все мы множество раз слышали это слово в отношении наших с вами проектов, но все ли мы, говоря о качестве, подожмеваем одно и то же. Я провела небольшой опрос среди коллег, среди знакомых, и вот наиболее часто встречающиеся ответы на вопрос, что такое качество продукта. Естественно, самое частое – это отсутствие багов. Также кто-то упомянул про интерфейс, кто-то сказал про высокую пропускную способность, кто-то вспомнил про автотесты. И, признаться честно, я думаю, что все ответы правильные. И вот почему. На определение качества в разные моменты времени влияют разные факторы. Они представлены на слайде, и именно в зависимости от этих факторов меняются и критерии для измерения качества. Если обратиться к определению по STQB, то качество – это степень соответствия критериям. Но мы в команде решили на этом не остановиться, немного расширить для себя это понятие, чтобы понимать, как выделить эти самые требования. И вот что у нас получилось. Нам важно проанализировать конкретный продукт, при этом учитывать текущий этап развития команды и продукта, делать анализ в текущий момент времени и опираться на видение бизнеса и доступные ресурсы. Если вдруг по какому-то пункту возникли вопросы, я с радостью на них отвечу позже. А сейчас хочу рассказать, как мы проводим этот самый анализ. В первую очередь необходимо выявить верхнеуровневые проблемы. Как это сделать? Очень просто. Вы обращаетесь к любому человеку, который погружен в процесс, и просто спрашиваете, что у тебя болит. В данном случае, чем больше человек вы опросите, тем лучше, потому что так вы узнаете больше мнений. И дальше, отранжировав все эти проблемы по степени значимости, вы ищете корневую причину, почему же эта проблема вообще всплыла. И тут я хочу сделать акцент на том, что не так важно, какой способ анализа вы примените. Это может быть пять почему, мозговой штурм, или что-то еще. Важно не фокусироваться на каком-то одном аспекте. Смотрите на проблему целиком, анализируйте состав команды, как вы работаете с задачами, как вы их оцениваете, почему появляются баги. То есть смотрите, подходите при анализе комплексно. Я коротко расскажу небольшой пример. Однажды ко мне обратилась команда с просьбой как раз-таки провести такой анализ и понять, в чем заключается корневая причина их проблемы. Изначально проблема была такая, было слишком мало времени на тестирование, и как следствие появлялись баги на проде. И тогда казалось, что корневая причина заключалась в том, что задачи поздно попадают в тестирование. И когда мы провели небольшой анализ, коротко я представила его на слайде, мы поняли, что проблема заключается вовсе не в том, что задачи поздно приходят, а в том, что когда происходит оценка задач, тестирование там попросту не учитывается. Другими словами, все предыдущие этапы были выполнены в срок, вовремя. То есть казалось бы, что все хорошо, это просто тестировщики плохо работают. Но совсем не так на самом деле. Просто на тестирование явно не заложили времени. И, собственно, был предложен план действий. То есть в первую очередь нам было необходимо подтвердить, что данная проблема в принципе существует для оставшейся части команды и для заказчиков. Дальше, естественно, нужно было включить этап тестирования в оценку. А так как в той команде оценка производилась на грубингах, представитель тестирования должен присутствовать на этой встрече. И также, как вариант, было предложено изменить подход в принципе к оценке задач, то есть делать ее не экспертным путем или пальцем в небо, а опираться на какие-то более конкретные показатели. Вот такой. Да, все получилось на самом деле. Проблема в этом и была. Команда осталась довольна. Это вот такой простой пример, как можно провести анализ и докопаться до корневой проблемы. И сейчас я перехожу уже непосредственно к тому, какие практики мы применяли у себя в команде на протяжении последних нескольких лет. Немножко веду вас в контекст. У нас три проекта. Это две CRM-ки и витрины. Мы задачки все ведем в Jira, работаем по канбану, придерживаемся философии кайдзен. И мы действительно верим в то, что не надо делать что-то, потому что все так делают, потому что кто-то сказал, что так надо делать. Мы каждый раз пытаемся понять, к чему мы хотим прийти и что нам нужно сделать, чтобы к этому прийти. Итак, первый пример нашей практики – это настройка бактрекинговой системы. Я хочу рассказать, как ее автоматизация может позволить облегчить и ускорить рутинный процесс работы с задачами. Мы в нашем случае – это Jira, и мы автоматизируем там вообще все, что нам приходит в голову, и это позволяет нам не держать все наши договоренности и регламенты в голове. Вот, например, как-то раз мы столкнулись с довольно такой типичной проблемой, баги стали часто возвращаться на доработку. Мы сильно не стали заморачиваться, просто пошли к разработчикам и спросили, почему так. В ходе нашего общения мы выяснили, что баги просто некорректно были заполнены, то есть где-то не хватало части информации, где-то был просто текст сплошняком, и его было сложно понять. И тогда мы подумали, как мы можем это исправить, и внедрили шаблон для описания багов. То есть достаточно просто, при создании задачи у нас автоматически подставляется текст, структура, которую необходимо заполнить. И самое классное, что данное простое действие оценили не только разработчики, но и аналитики, тестировщики тоже. Потому что сейчас стало легко не только читать баг, там есть вся полноценная информация, но также его стало легко заполнять. Ведь сразу видно, какие поля нужно заполнить, и какие из них являются обязательными. Кстати говоря, про обязательность. Несколько лет назад мы решили, хотим собирать статистику. Чтобы собирать статистику, нужны какие-то данные. Где взять эти данные? Ну, естественно, их нужно заполнять. Тогда мы ввели обязательность заполнения полей. Но, опять же, мы на этом не остановились. Мы понимаем, что сходу разом заполнить все поля – это достаточно сложно. Иногда у тебя просто на данном этапе не хватает всей информации, чтобы их заполнить. И тогда мы определили, в какой этап, какое поле является обязательным. И настроили, опять же, автоправила. В чем они заключаются? При переходе с одного статуса на другой, если это момент, когда поле является обязательным, появляется окошечко, в котором просто нужно выбрать двумя кликами значения и пойти дальше. Это классно, потому что теперь не нужно лезть в настройки задачи, искать нужное поле. Ты двумя кликами заполняешь и идешь дальше. Тебе не надо помнить, что нужно заполнить. Прошу прощения, я все забыла. Да, не нужно помнить, когда, в какой момент, какое поле нужно заполнять. Это быстро, просто и, в общем, клево. Пойдемте дальше. Все это, возможно, благодаря автоправилам. И я даже не стала считать, сколько автоправил у нас создано, потому что их не один и не два десятка, а даже больше. Мы автоматизируем вообще все. Это и автоназначение исполнителей, и заполнение полей по каким-то критериям, и создание, допустим, задачи по кнопке. Или, например, как вы можете видеть на слайде, это автоматическое потягивание дочерних задач за родительской. То есть, вместо того, чтобы тащить все, скажем, 15 задачек из статуса статус, мы просто перетаскиваем родительскую задачу, и за ней автоматом едут только дочерние. То есть, это в разы сокращает время работы с задачками. Следующая практика, которую мы используем, собственно, это сбор и анализ метрик. Про метрики, на самом деле, сейчас говорят очень много. Я не буду долго тут останавливаться, а кратенько расскажу, как мы вообще для себя используем метрики. Важное осознание, к которому мы пришли, это то, что сбор метрик без его дальнейшего анализа бесполезен. То есть, это просто картинки, которые не дадут вам никакой ценной информации. Обязательно нужно анализировать, чтобы понять, что значит тот или иной выброс, и нужно ли вообще с ним что-то делать. И как мы используем метрики? Первый способ использования – это наглядная аргументация. То есть, если нам нужно подтвердить, что какая-то проблема существует, или продвинуть какую-то позицию, мы формируем график и приходим к команде или к заказчику и говорим, смотри, например, нам не нравится, что в данном статусе, задача лежит столько времени, это очень много, давай будем с этим что-то делать. Человек действительно видит, да, правда много, давайте с этим что-то делать, ну и, соответственно, мы уже дальше идем и делаем это. Следующий способ использования метрик – это проверка гипотез. То есть, мы сначала предположили, что такую-то проблему можно решить таким-то способом, собрали статистику на начало периода, внедрили эту гипотезу, проверили, дала ли она тот результат, который мы ожидали. И третий способ использования метрик – это статистика во времени, то есть это просто анализ, сравнение результатов, как было, как стало, как есть сейчас. Это просто мы, грубо говоря, регулярно заходим раз в месяц или раз в квартал и смотрим, есть ли у нас какие-то выбросы, ну и анализируем, если они есть, почему так случилось. Еще интересный момент про метрики – это то, что мы пришли к тому, что не надо собирать кучу графиков сразу по всем показателям, потому что это, скорее всего, будет бесполезно и будет только создавать какой-то визуальный шум. Выберите то, что вам действительно важно, что вы хотите отслеживать в данный момент, и на это и тратьте времени, потому что на все это нужны ресурсы. Еще одна практика, которую мы используем – это регулярные ритуалы. На самом деле, даже говоря про личную жизнь, я очень часто слышу фразу о том, что какие-то простые регулярные действия дают хороший результат. И как классно оказалось, что в работе это тоже так действует. Сейчас я расскажу. Несколько лет назад мы столкнулись с достаточно, опять же, типичной проблемой. У нас стал копиться бэклог багов прода, багов все больше и больше. Мы их не успеваем править, непонятно, когда их править, сколько времени на это можно выделять. И тогда мы поняли, что это плохо, мы хотим как-то исправить эту ситуацию. И собрались, грубым заинтересованных лиц, определить, что мы можем с этим сделать. У нас было несколько вариантов. Первый из которых – это дежурство. В чем оно заключается? Есть выделенный разработчик, который на протяжении недели или даже месяца исправляет все время только баги. То есть ничем другим он не занимается. Нам почти сразу показалось, что это не очень хорошая идея. Почему? Потому что, скорее всего, человеку станет попросту неинтересно. Он выгорит. Но мы в этом никак не заинтересованы. И тогда мы пришли ко второму варианту. Это как раз выделенный день. Для нас мы выбрали понедельник. То есть понедельник для нас – это день борьбы с багами прода. Это означает, что, приходя на работу в понедельник, разработчики смещают свой фокус со своих текущих задач на исправление багов прода. И эта практика действительно сработала. Мы продолжаем ей пользоваться по текущий момент. Количество закрытых багов начало расти вниз. При этом производительность по остальным текущим задачкам практически не уменьшилась. А также для нашего заказчика было понятно и прозрачно, когда мы исправляем баги. Эта практика нам очень понравилась. Мы внедрили также день чтения тех решений, день, когда мы пишем автотесты. И вот не так давно мы внедрили аукцион багов прода. Это встреча, на которой мы встречаемся, рассказываем, какой крутой тот или иной баг, и разработчики его выкупают. Конечно же, я говорю условно, но тем не менее, мы, правда, по пятницам распределяем, кто какой баг возьмет в понедельник в работу, потому что наша команда немного разрослась. Мы стали немного делиться на функциональной области, и, соответственно, возникла такая необходимость, и вот мы решили ее аукционом багов прода. Следующая практика. Три Амиго. Это вообще классная практика. Мне она очень нравится. Но это та практика, к которой мы шли долгие 9 месяцев. И почему так случилось? Потому что сначала, когда мы о ней услышали, мы такие подумали, да, клево, но мы не могли понять, какую проблему бы нам решило внедрение этой практики. То есть мы не могли оценить, действительно ли ее внедрение окупится. Но время шло, удаленка набирала обороты, и мы столкнулись с тем, что один и тот же текст два разных человека могут понять по-разному. И, казалось бы, ничего страшного, да, но это человеческий фактор, у всех так бывает. Но проблема стала появляться все чаще и чаще, и тут как раз-таки нам в помощь пришла встреча Три Амиго. Да. Вот в чем, собственно, заключается суть встречи Три Амиго. Это встреча, на которую приходит аналитик, разработчик, тестировщик. Они обсуждают конкретную постановку, они задают всевозможные вопросы и, возможно, обсуждают варианты тестирования. Мы для себя определили, что этап, когда проходит данная встреча, это когда задача взята в разработку. Потому что, первое, именно в этот момент в наших проектах становится понятно, какой разработчик будет заниматься той или иной задачей. Ну и именно в этот момент разработчик становится действительно в ней заинтересован. То есть он ее читает, он в нее вникает, и он готовит вопросы. То есть на встречу он обязательно приходит подготовленный, точно так же, как и тестировщик. То есть тестировщик подключается в тот же момент, точно так же готовится ко встрече, и, соответственно, на встречу все приходят заинтересованные в том, чтобы как раз устранить все эти неоднозначности. При всем при этом эта встреча не должна затягиваться. То есть полчаса – это нормальное время, час – это уже даже много, но если больше, точную встречу стоит закончить и перенести на потом или на решение вопросов вообще вне встречи. И также при обсуждении задачи важно, если вдруг возникает какая-то дискуссия или нет быстрого ответа на вопрос сразу, то мы этот вопрос фиксируем и, опять же, откладываем либо на отдельную встречу, либо на решение ее где-то в чатах или переписках. К сожалению, у меня нет какой-то красивой картинки, метрики, которая бы показала, смотрите, у нас резко сократилось количество багов, как только мы внедрили эту метрику. Этому есть объяснение, потому что мы собирали статистику количества связанных багов и смотрели корреляцию с размером задач. Но мы поняли, что для нас это не актуально, нам это не подходит, и нам нужно оценивать не размер задачи, а ее сложность. Это у нас пока в планах на ближайшее будущее. Но зато у меня есть куча отзывов от ребят, которые действительно пользуются этой практикой, которые понимают, что это не какая-то формальная встреча, а действительно возможность перенести этап нахождения багов там с этапа тестирования или, что даже хуже с прода, на этап, когда разработка только-только началась. Еще одна практика – это ретро. Давайте разомнемся. Поднимите руки, кто проводит ретро. О, классно. Наверняка вы все знаете, что ретро мы проводим не для того, чтобы кого-то поругать или сказать, что он плохой, что-то не так сделал. Ретро мы проводим для того, чтобы определить, что пошло не так, почему это пошло не так, и что делать, чтобы в будущем это не повторилось. Мы на самом деле проводим ретро по разным ситуациям. Мы и проводим регулярные ретро, и ретро багов прода, и ретро обновлений, и ретро по каким-то конкретным вопросам. И сегодня я бы немножко подробнее хотела рассказать про ретро обновлений. То есть это та же самая ретроспектива, которую мы проводим по результатам каждого обновления. И именно благодаря этой встрече мы смогли многого достичь. То есть какая картинка у нас была раньше. Работы на проводе были очень тяжелые. У нас было много ошибок как при тестировании, так и при переносе задач. У нас было много таких глобальных проблем, и мы действительно после каждой встречи собирались, обсуждали, фиксировали все проблемы наши, что мы можем с этим сделать, фиксировали все тудушки, действительно их выполняли. И это дало нам такой результат, что работы на проводе сократились в принципе, хотя функционал все растет и растет, объем функционала. Ошибки практически отсутствуют. Ну и собственно на ретро мы иногда собираемся просто, чтобы сказать друг другу спасибо, что хорошо поработали и разойтись. А если какие-то проблемы возникают, то они уже такие более точечные. И если вдруг какая-то глобальная проблема зарождается, мы ее устраняем на самом начале. И последняя практика, про которую я хочу сегодня рассказать, это осознанный выпуск багов в продуктив. Это вообще борьба с нашим перфекционизмом. Но тем не менее мы опять же столкнулись с проблемой. Задачки долго ждут на этапе тестирования. То есть грубо говоря, мы тестировали слишком хорошо, мы заводили прямо все-все баги. Ну и соответственно, как если баги есть, задачка стоит и ждет, пока они все будут исправлены. Но мы осознали, что не все баги являются действительно критичными. То есть где-то это какие-то интерфейсные правки, где-то это редко используемый функционал или что-то подобное. И тогда мы решили блокировать баги. То есть является ли баг блокирующим для вывода впрод или нет. То есть если все блокирующие баги исправлены, а остались только неблокирующие, то когда родительская задача попадает в работу, выполнены, то все неблокирующие баги по автоправилу отвязываются от нее, автоматически становятся багами прода, которые мы исправим в рамках наших понедельников, дней дня борьбы с багами прода. При этом наша техподдержка в курсе о том, какие баги существуют. То есть мы как бы сработали на обережение, и даже если вдруг возникнет какой-то вопрос, техподдержка знает, как помочь или проконсультировать пользователя. Ну и самое главное преимущество от внедрения этой практики, это то, что задачки стали быстрее попадать в прод и стали быстрее и больше приносить пользовательской ценности. Все наши практики, я перечислила лишь часть из них, они действительно классные, они действительно нам помогли, они ускоряют процессы, повышают наш уровень качества. Но интересен тот факт, что именно когда я готовилась к этому выступлению, у нас произошла необходимость внести изменения в определение качества на наших проектах. О чем я говорю? Достаточно долгое время мы ориентировались на минимальное количество багов прода, но тут приходит бизнес и говорит нам, слушайте, ребята, давайте мы допустим чуть-чуть багов, но нам нужно увеличить пропускную способность, при этом задачки будут большого размера, а успевать сдавать мы их все должны в срок. Мы обалдели немножко. Нам так же, как и всем, наверное, не так легко даются какие-то глобальные изменения, но мы постарались осознать, чем нам это грозит, с какими проблемами мы можем столкнуться, провели ряд встреч, обсудили это все, выстроили план действий, который мы прямо сейчас внедряем в жизнь, и думаю, в следующий раз я смогу вам рассказать, как классно это у нас получилось. И в заключении я хочу сказать, что процесс повышения уровня качества – это действительно то, чем важно заниматься, чем нужно заниматься, на что стоит тратить свои ресурсы, потому что так вы растете и в глазах своих пользователей, и в глазах заказчика, на вас смотрят другие команды, но важно делать это осознанно, то есть всегда помните, какую проблему вы хотите решить и что вам нужно для этого сделать. Большое спасибо. Дарья, спасибо большое за доклад. У меня сразу вопрос будет про практику 3 Амиго. Вы сказали, что задача, значит, когда взяли ее в разработку, ну, то есть тогда разработчик, он, ну, как бы пропускается этап тестирования требований, то есть обычно тестировщик подключается уже на анализе, то есть вы сказали, что разработчик берет ее в разработку, и только тогда происходит встреча 3 Амиго. Вот, почему именно так? Ну, потому что задача может вернуться в доработку. Тестирование требований, то есть еще дополнительные вопросы могут быть, ну, и тому подобное. Да, спасибо за вопрос. Смотрите, у нас просто процесс анализа и непосредственно разработки и тестирования немного разделены, то есть мы сначала проводим большой анализ, ну, как мы, аналитики, да, проводят большой анализ и кладут задачку в бэклог. Вот, и вот это время, которое она лежит в бэклоге, оно может измениться, и мы не можем точно сказать, когда мы ее оттуда вытянем. Поэтому, если вдруг получается так, что мы достали задачку из бэклога, она попадает на доп.анализ, где, если вдруг произошли какие-то изменения, аналитик, опять же, их вносит, да, и это такой достаточно короткий этап. И получается, если бы мы провели тестирование требований вот на том более раннем этапе, когда происходит, да, вот этот анализ и написание постановки, то, возможно, все наши наработки стали бы бесполезны, потому что с течением времени эта постановка поменялась. Вот, то есть, а так как когда уже задачка вышла из бэклога и вот попала вот в этот доп.анализ, да, и до момента, когда ее взял конкретный разработчик, проходит, на самом деле, совсем немного времени, то есть, потому что мы по ней уже приняли обязательство, что вот мы ее сделаем там заусловно столько времени, сколько мы тратим на размер М, скажем, да, вот, поэтому мы решили выбрать именно этот этап, чтобы разработчик был заинтересован, потому что, в принципе, если на встречу прийти неподготовленными, она будет не очень полезная. Спасибо за доклад, очень много всего интересного. Вопрос по поводу оценки. Мы тоже оцениваем тестирование задачи, но в итоге иногда получается так, что при планировании в спринт набираются фичи, и вроде как разработка уложилась в capacity, а тестирования нет. И вот интересно, как вы подходите к оценке, какие критерии оценки для тестирования, и как потом при планировании вы это учитываете, чтобы все-таки задачи доходили вовремя? Да, ну смотрите, если есть общая оценка задачи, да, и разработка заняла очень много времени, а тестирования очень мало, наверное, надо задать вопрос разработки, а почему они так долго ее делали. И у нас, на самом деле, мы оцениваем задачи в майках, но никто никогда не помнит в голове, сколько там это М-ка или С-ка или Л-ка. И тогда мы пришли к тому, что при каждом создании задачи у нас автоматически подставляется табличка, в которой написано, на АЭС-ку мы должны тратить всего столько-то времени, из них примерно на доп. аналитику столько-то, на разработку столько-то, на тестирование столько-то. То есть у нас эта табличка всегда перед глазами, и мы на нее ориентируемся, и при этом знаем, сколько в среднем, ну, из общего количества времени должно уходить на тот или иной этап. Здравствуйте, Дарья. Спасибо за доклад. Спасибо. Хотел вас спросить такую вещь. Как вы считаете, стоит ли проводить ретро в команде, где люди в этом не заинтересованы, даже если оно там требуется? Не заинтересованы? Да, люди не заинтересованы, но оно там требуется. Как ваше... У меня тогда к вам встречный вопрос. А почему они не заинтересованы? Характер такой у людей. Они считают, что это не нужно лишнее и все остальное. Ну, а вы тогда как, я не знаю, руководитель или тот, кто хочет провести эту встречу, покажите им важность, зачем нам нужна эта встреча. Очень очевидный ответ. что нужно проводить в любом случае? Доказать, что нужно, а потом провести? Ну да, я скорее склоняюсь... Я на самом деле отобрал микрофон, чуть расширю вопрос. Вот в то же самое хотелось спросить. Здесь речь про сопротивление. То есть команда не готова принимать изменения. Ретро, допустим, то же самое. Говорят, это новое, нам не нужно. А что ты доделаешь с этим дальше? Да, это прекрасный вопрос на самом деле. Я считаю, что вообще все изменения, они даются тяжело, особенно если у вас в команде нет определенного уровня доверия. То есть каждый работает сам за себя. Каждый думает, что вот моя зона ответственности, она тут кончилась. Вроде бы свою задачу я сделала хорошо. И так думает каждая. А в итоге вышло то, что вышло. Но чтобы такого избежать, нужно, как мне кажется, выстраивать в принципе культуру работы в команде, чтобы вся команда понимала действительно, что мы все работаем на общий результат, и он зависит от каждого из нас. Ответил? У меня немножко в другую тему вопрос по поводу, вот выделили отдельный день, это все очень здорово, там, на исправление дефектов, на написание автотестов, там, еще на что-то, не важно. Вот первая часть вопроса, вот этот вот день исправления дефектов промо, это имеется в виду только какие-то минорные условно дефекты, а все равно какая-то критика вне очереди падает? Или же это как-то... Да, смотрите, у нас в принципе все баги делятся по приоритетам. Есть самый высокий приоритет, это горящие баги. Если вдруг они прилетают, то мы вообще откладываем, грубо говоря, все наши задачи, идем править, проводим аварийные работы на проводе, ну, то есть работаем с ними в отдельном режиме. Все остальные ошибки, которые являются не огонь, которые не горят, мы все их складываем там в нашу общую доску, и их уже мы разбираем по понедельникам, при этом мы ориентируемся. То есть у нас на доске все задачи распределены. Сначала идут сверху с высоким приоритетом, дальше с средним, дальше с низким. То есть в первую очередь должны быть разобраны те, что с высоким, соответственно, дальше с низким, со средним и с низким. Окей, продолжение тогда этого вопроса. Допустим, есть день на что-то там, и вот в этот день случилось что-то непредвиденное. Я поняла. Да, да, на самом деле так бывает. Даже бывает у нас так, что не произошло что-то непредвиденное, мы просто понимаем, например, что конкретный разработчик занят какой-то суперважной задачей, ее нужно успеть вчера или что-то в этом роде. И тогда мы явно проговариваем. Как раз, например, в пятницу, когда мы разбираем баги, мы смотрим, этот человек сейчас занят. Ему важнее сейчас править, не править, точнее, а как раз заниматься той задачей. И тогда он, скажем так, освобождается от этого дня исправления багов прода. Ну, то есть мы в явном виде проговариваем, что такой-то человек в этот день не занимается вот этой регулярной задачей. Нет. То есть, ну, мы отслеживали это по метрикам, по метрикам, опять же, естественно, сразу видно, как только мы пропустили день понедельник, количество открытых багов сразу растет. Нам это не нравится, мы понимаем, что как бы так мы вредим сами себе. Мне тут продолжить разрешили. Вот, собственно, я услышал, что нужно развивать культуру, чтобы люди были заинтересованы не только в своей зоне ответственности и в общем каком-то качестве. Как раз если брать конкретный пример, в моей команде происходит именно так. То есть люди все понимают, что они тут делают. Я могу уйти. Давайте. Вот. Собственно, все понимают, что делают. Они все классные специалисты. Тут проблема в том, что они именно сопротивляются конкретно ретро. Вот в данном случае. Мне интересно, поэтому... Они сопротивляются всем встречам или именно ретро не нравится? Нет, именно ретро не нравится. А вы спрашивали у них, почему им не нравится? Тут больше какое-то такое отношение о том, что это бесполезное мероприятие. При том, что все в курсе, зачем, для чего. То есть все... Всю базу мы проходили с ними. То есть это какое-то вот нелюбовь к аджелу подходу. Нет, ну... И люди не стрики есть. Я поняла, поняла. Ну, на самом деле, я не знаю, вы как вариант можете попробовать им предложить. Смотрите, ребята, вот мы сейчас работаем, у нас нет ретро, мы работаем как работаем, да? А давайте просто попробуем. Вы пробовали, кстати? Я просто попробую. А, пробуйте, и все не нравится? Да может, тогда нафиг вам не нравится. Ну, смотрите, если вы действительно два года пробуете, и это никому не нравится, не приносит результат, то, конечно, не надо. Я за то, что не нужно делать ничего формально просто, потому что так все делают. Может быть, вам найти какой-то другой вариант, другой формат этой встречи, я не знаю. Или... Ну, тут опять надо разбираться конкретно. То есть, сразу возникает вопрос, а вот эти два года вы пробуете, а это действительно результат-то какой-то приносит? Не нужно, если я пробую два года. А! Да? Отлично. Спасибо вам. У нас есть онлайн вопрос. Как у вас происходит общее планирование по задаче? Ставится оценка по задаче разработка плюс тестирование или отдельная разработка и отдельно на тестирование? У нас ставится оценка на дополнительную аналитику, разработку и тестирование. То есть, все этапы там заложены, при этом мы примерно понимаем в процентном соотношении на какой этап, сколько времени должно быть потрачено. Еще вопросы? Спасибо большое за доклад. Много говорили про бэклог. Как часто у вас проходит бэклог-рефаймент? Ну, чистка бэклога, потому что это важно и часто это порождает огромное количество задач, которые уже не актуальны. Да, смотрите, мы вообще стараемся придерживаться какого-то подхода, что если вдруг мы осознали, что какая-то проблема есть, то чем быстрее мы ее обсудим и поймем, нужно ли с ней что-то делать или нет, тем лучше. То есть, вот, наверное, год назад мы столкнулись с тем, что, несмотря на наши понедельники, все равно стало много багов. Вот как раз-таки, да, мы откладывали несколько раз, накопили. Мы подумали, что мы можем все этим сделать. Мы выделили просто целый месяц, когда мы почти все время потратили на борьбу с багами. Если говорить про задачи, которые постановки, то это, наверное, больше зона ответственности аналитиков, но, тем не менее, я вот говорила о том, что бывает на доп.анализе, все меняется, потому что задача долго лежит в бэклоге, что не есть хорошо на самом деле. Если мы ее проанализировали, уже затратили на ее ресурсы, хотелось бы, чтобы она быстрее уже, да, дошла до проды и принесла эту пользовательскую ценность. Соответственно, мы стараемся сейчас вообще, в принципе, на анализ не брать те задачи, которые совсем непонятно, когда мы возьмем в разработку. Да, как-то так. Ну, то есть, бывает такое, что задача улетает там в канцел, или она просто с бэклога уходит, что она отменена, потому что она уже не актуальна стала? Такое было, и был какой-то период, когда мы вот действительно, ну, не сказать, что часто, но вот были такие ситуации, и вот как раз в тот момент мы решили как-то переоценить наш подход к взятию задач, работу. Хорошо, спасибо большое за ответ. Так, последний вопрос. Дарья, спасибо большое за доклад. Вопрос следующий. Вот, если я правильно понимаю, у вас спринт длится, ну, там, не знаю, две недели, наверное, да? Три. Три недели. Ну, и после планирования вы начинаете, разработчики начинают заниматься задачей, и у вас, ну, там, один, два, три дня до того, как она к вам прилетит в работу, есть у тестировщика. Чем вы наполняете вот эти один, два, три, четыре дня до того, как вам задача пойдет в работу? То есть интересно. Да, я поняла. Смотрите, у нас вообще нет спринтов, то есть мы работаем не по скраму, мы работаем по канбану, а у нас есть каденция пополнения. Каденция пополнения — это встреча, где мы собираемся, определяем, какие задачки мы вытаскиваем на доску разработки. Доска разработки — это как раз именно процесс, когда вот, про что я говорила, доп. анализ — разработка и тестирование, да? И то есть задачи у нас поступают постоянно. То есть у нас на самом деле почти не бывает таких ситуаций, когда, да, мы стоим и чего-то ждем, потому что как только заканчивается одна задачка, сразу приходит другая. При том, что для нас канбан в этом случае лучше подходит, потому что, допустим, вот у нас эти каденции, да, раз в три недели, но вдруг случилось так, задачи закончились, мы все сделали. Мы не должны ждать следующую каденцию, мы можем сразу пойти в этот бэклог и посмотреть, что мы можем из него вытащить. Ответила? Давай мы сейчас выберем лучший вопрос. Ну, естественно. Дорогие участники, напоминаю, что вы можете проголосовать за докладчика на нашем плакате и в 18.20 у нас начнется уже закрытие официальной конференции в этом зале. Да. Всем спасибо. Спасибо. Спасибо.